Часто возникает вопрос у людей, которые сам находят на охоту, по стрелушке, тренировке, да и вообще у знакомых, где я беру подшипники. Я их беру на СТО, прихожу к мастерам, которые именно там работают, не к менеджерам, не к директору, не к продавцу, который там где-то сидит, не еще к какому-то человеку, а именно к человеку, который занимается ремонтом автомобиля. Желательно, чтобы у него руки были по локоть в масле, чтобы это точно был мастер, мы это точно будем знать. Подходим к нему, спрашиваем, можно ли у вас наковырять подшипников или может у вас есть у нас собранное. После чего он либо скажет да-нет, либо покажет где это, берем отвертку, берем молоток, идем собирать. Стоимость в этом случае полторашки-пятишки подшипников, в килограммах это около 8-10, будет стоить около 100 рублей. 100 рублей вы пустите на пачку печенья, которые отдадите этому мужику за то, что вы там у него час-два посидите и поковыряетесь. Либо за то, что он просто отдаст некоторое количество подшипников, как это было в моем случае. Несколько раз съездив на одно и то же СТО, можете договориться с мастером. Он вам будет собирать, вы вам будете приносить печенье, все будет счастлив, все довольны. Печенье это условная валюта обмена, возможно вы за деньги сможете договориться, возможно еще за что-то, это не важно. Факт в том, что там можно на халяву почти найти большое количество подшипников, которые в дальнейшем вам очень пригодятся. В магазине стоят подшипники достаточно дорого, если посчитать, выходит более чем рубль за один подшипник, а то и полтора. У меня же выходит пара-тройка тысяч всего лишь за сотку. Промыть их нужно будет всего лишь обезжиривателем, ацетоном, бензином, дизелем, не важно чем. После чего все высыпать в тряпку, большую желательно и ворсистую, и прокатать. После чего можете их выстелить на газету, на тряпку, на что угодно, чтобы их досушить. Подшипники в таком методе добывания обладают тем, что они немного смазанные остаются. Ваш кожеток скажет вам же спасибо. Руки, конечно, будут немножечко черные первое время, зато потом они притираются быстро. Особенно если в кармане носить, в мешочке в каком-то банке, они притираются и все равно чище становятся. То есть зафаканы, грязные они точно не будут. Это лучше, чем покупать или где-то еще искать какими-то сложными путями. В деревне есть колхозы, я первое время набирал там. Также в любом селе есть хотя бы одно какое-нибудь занюханное, задрипанное СТО, где также сможете набрать. Ну, тогда, если совсем ничего нет, тогда уже, да, заказывать. Либо вы очень ленивый и просто не хотите тратить свое время или поднять жопу, чтобы собирать эти подшипники, чтобы также их расстрелять потом. В общем, выбор за вами. Ответ очевиден. Вот так.